Ну что ж, тогда напоследок я вас попрошу, смотрите, что со мной сделала Вики. Она изменила совершенно мне не только цвет прикида, но и ее со мной. То есть она еще моделер. Берите, пожалуйста, друзья, забирайте кошку. Я хочу, чтобы вы на прощание ее пропиарили. Давайте. Вот, чтобы... Вики, идем, малышка. Вот, чтобы... На самом деле я хочу сказать, что... Вы же любите делать добро, делайте добро. Я хочу сказать, что все в жизни возвращается. И жизнь это зеркало. Если вы сделаете хороший поступок, он обязательно к вам вернется. Если вы делаете плохой, поэтому этому же модному точно нужен дом. Если вам одиноко, грустно и печально, то поверьте, что вы можете сделать очень хорошее дело. Звоните нам, куда? Что нужно делать? Давай конкретно скажем. А там телефон есть. Все, телефон есть. Давайте заберем. Все, позвоним. Правда, я бы забрала, но я просто не живой в самолете. Да, кошкам нужны хозяева, а девушкам нужны женихи. Так что... Не надо женихи, нам просто нужна любовь. Пусть будет. И чтобы крепко обнимали ночью. Да, пусть вас крепко обнимают ночью. Пусть вас крепко обнимают ночью. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Самый мобилизующий момент, конечно, проекта «Правда 24» были не прямые эфиры. Было, наверное, процентов 70-80 из общего числа всех передач. А именно коты. Коты, которых мы пристраивали зрителям. Иногда, кстати, даже и гостям передачи. Их привозили из приюта почти в каждый выпуск. Мы несколько сот животных за время существования проекта отдали в добрые, надеюсь, руки. Но каждый раз, каждый выпуск, это было как пользоваться терминологией персонажа Маши Кожевниковой из сериала «Юнивер». Полный пипец. Просто пипец. Это жесть, потому что животные в стрессе. Они линяют, шерсть летит в нос, в суши, в кофе, набивается в рот. И все время надо контролировать животное. Мне приходилось там все время придерживать, поглаживать. Иногда они сбегались и такого. Я помню, ловила по всей студии кошечку. Стресс был достаточно жесткий для приютского животного. И я помню, Мэй Кун, который был на одном из выпусков с Виктиком, просто обоссался в студии. Во время диалога с Кириллом Серебренниковым кот навалил меня на джинсы. О чем режиссер не применил тут же в эфире сказать на вашу, типа, кошечка насрала. Как будто я этого не почувствовал. Ну, естественно, капитализация животного упала, и его так и не удалось перестроить. Не всех животных брали, кстати. Там вот новокота они взяли три раза подряд. И я его взял себе. С тех пор мы не остаемся с бастилией. Но песня совсем не о ней. О том, что присутствие животного и необходимость контроля, плюс прямой эфир, то есть жесткий отсчет хронологический, часто меня уносилку в какое-то не востровало, в какое-то состояние. Что я не понимал, о чем говорит гость, не задавал вопросы, не попал. И, ну, хорошо, что были такие с чувством юмора и вообще чудесные персонажи, типа Леонида Ервольника, которые это как-то обыгрывали. Но бывали всякие накладки. Но, как бы то ни было, я этот проект вспоминаю и скучаю. Хотя бы хоть какая-то польза была у нас журналистов. Животные находили хозяина.